здравствуйте друзья понедельник 3 апреля сегодня день по-своему знаменательный поехали 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 по-своему знаменательный потому что сегодня начинается прием заявок на визу h1b апреттичных вот эти вот принимаются и наверное вы знаете эту хохмочку так с этой лотереи что подается много заявок квота которая там есть 65 тысяч плюс 20 тысяч для тех кто получил мастер в американских университетов то есть всего 85 квота это превышается значительно в прошлом году там было что-то я боюсь собрать 230 240 тысяч так и в предыдущем тоже на таком уровне на вот эти вот 85 в этом году ожидается больше ожидается больше заявлений чем в прошлом потому что в стране находится считается что свыше миллиона людей на визе h1b вы можете сказать как же так 85 тысяч в год откуда же вот эти вот миллион это берутся берутся они из очень интересного обстоятельства дело в том что поскольку 70 процентов всех этих виз идут на граждан индии а при получении грин карты при подаче на грин карту есть ограничение по количеству людей людей из разных стран вот когда ты получаешь h1b нет такого что вот извините исток из россии стока там из китая столько этого нет а вот когда green карту получать есть и что получается что они отработал могут сразу подать на тебя то вот и только начал начал работать уже можно подать то может отработать год-два-три там на тебя подали на грин карту ну и так далее и вот да еще вижу можно продлевать три года отработал и дать на три года потом еще на 3 можно продлить и если ты в подаче на грин карту то дальше ты как бы она у тебя остается это виза h1b тебя не трогают ну пусть там пока грин карту получит он остается на h1b может ездить там если что-то не вопрос соответственно значит за три года допустим выпустили этих h1b я не знаю там три раза по 85000 да там 255 но это за три года но за 6 это уже полмиллиона а дальше начинается интересная история дальше начинается очередь довольно таки длинная и если когда-то человек из индии например мог простоять в этой очереди 5 6 7 лет то сейчас уже доходит и до 11 до 10 до 11 лет то есть как бы совсем совсем плохо там стало и вот за счет вот этой вот этого длинного хвоста специфически из людей из индии значит вот возникает такая ситуация сейчас вышел на днях буквально вышел фильм я еще не смотрел не факт что он пойдет большим экраном фильм этот был проспонсирован какими-то людьми в кремниевой долине по моему венчурный капитал который какой-то там за этим фильмом был ну неважно очень парень из индии ему лет двадцать семь двадцать восемь он написал сценарий грубо говоря о тяжелой жизни людей на на визе h1b и вот так там разные обстоятельства в частности глядишь там вот он тоже это вот так видишь там к 40 и получишь грин карту и вот представьте себе что если во всей индустрии айти вся индустрия айти соединенных штатов вот за все про все вместе с хардверщиками вместе с людьми которые в продажах айтишны вместе с людьми которые занимаются обслуживанием там всем чем угодно где-то у нас там 5 миллионов человек занято тот миллион из них на визе h1b сейчас прямо вот сейчас на визе h1b я уже не говорю о тех кто уже успел получить грин карту там и так далее это вот просто говорит о том какая сильная зависимость на американского айти от людей приезжающих из за руки за рубежа в частности вот из индии после индии семью десятью процентами следующие идет китай там где-то тысяч не тысяч процентов 8 такого плана если мы посмотрим на валовый национальный продукт индии как государство то не не десять но почти десять процентов 9 там с гаком процентов валового национального продукта индии это аутсорсинг я не знаю и еще есть какие-нибудь страны которые туда дают свой софтворд на аутсорс но во всяком случае вот сша видимо главный рынок для них около десяти процентов валового национального продукта индии а вы думали чай там или что термос и значит вот такая такая интересная картинка ожидалось что президент трамп каким-то декретом своим президентским указом он тут здоров указы издавать в принципе страна не живет указами страна живет законами но когда законов но своевременно нету выпускаются такие указы а дальше когда закон принимается соответственно указ больше не нужен да собственно все президенты выпускают как-то указ и обама тоже и там и буш там но все абсолютно это как бы обычное дело так вот пока что страна управляется не законами а указами вот из законов вот мог бы быть один по поводу замены обама кера чем-то новым но не состоялся видите не прошел закон так что пока все на вот указах хотя и указы надо сказать тоже видите как они там суды их отменяют еще что-то какие-то указы никто не трогает естественно не вот идут нормально так вот ожидалось что может быть будет какой-то указ и собственно как бы многие говорили ну давайте сделаем указ иначе сезон вот этого года вот который сегодня начинается иначе этот сезон мы опять профукаем и львиная доля этих рабочих виз уйдет уйдет не в компании в американские а вот вот этим вот индийским аутсорсером которые значит ну как бы руку на себя таким им им эта система золотит как бы ручку там и что-то к ним прилипает и в общем-то это совершенно не то от чего становится лучше американская как бы система там и вот американская идти и так далее вот но тем не менее не получилось и законопроекты которые их там я боюсь собрать уже на штук пять там в палате представителей гуляют наверное они в какой-то момент станут законами или может быть из них все вместе сделают какой-то законный как-то вот это все повлияет они они очень сильно пересекаются на самом деле там много близких идей похожих ну посмотрим вот и когда это произойдет уже тогда значит станет понятно как на следующий год все это будет работать я частенько получаю последние дни буквально не знаю почему такое обострение вот в эти последние несколько дней там или недель но очень многие очень много писем сейчас вот человек говорит вот посмотрите на мое резюме этом такой-то на что я могу рассчитывать вот я хотел бы h1b там и так далее и я понимаю что они как бы совсем ну откуда-то вот так из другого мира они еще не не погрузились в систему но вот я им говорю ребята подождите немножко сейчас законодательная система вот этого всего изменится и тогда будет понятно как и что делать вот даже мне вот предлагают за деньги чтобы я кому-то сделал и чван бы я не делаю это даже да мне и не дадут кто же меня кто же мне даст и чван бита учебному заведению кто же мне даст на программисты и чван бы в общем да не не пожалуйста не обращайтесь таким как ко мне так точно может вам кто я не знаю там да но надо надо подождать надо просто подождать то есть этот сезон уже начался если на вас в этом сезоне на H1b еще не подали а вы в принципе интересуетесь ждем следующего и смотрим чтобы соответствовать тем правилам новым которые будут но тенденция пока что в этих правилах в обсуждаемых законопроектах тенденция все-таки такая чтобы попадали люди страну не по лотереи а по квалификации по профессиональным достоинствам то есть дать пустить вперед тех кто реально круче раз уж так наплыв такой соответственно вот эта идея с тем чтобы платить больше да то есть как бы аукцион кто больше заплатил тот своего кандидата и получил в ней есть какая-то рыночная такая идея хорошая да то есть если человек крут и ты за него платишь давай будет пусть кто-то возьмет крутого человека там на 200 тысяч чем возьмут там выпускника из университета двумя годами опыта там на не знаю там насколько на 85 если все равно надо выбирать между ними поэтому такая вот система скорее всего да вот судя судя потому что происходит тут еще одна интересная мульт такая есть дело в том что когда президент обама разрешил работать при некоторых обстоятельствах женам парит людей на и чмс супругом но в основном это девочки в основном это жены давайте камеру перевернул чтобы солнышко не светило так сейчас мы когда президент обама значит разрешил им работать да у нас в школе это как бы очень сильно чувствуется вот на индийской стороне довольно много девочек которые вот так по называется кейч фор и иди им пломинта срезы еще доктор когда он разрешил там есть некая группа анти иммиграционная да есть группы как бы за иммиграция есть группы против и вот некая анти иммиграционная группа обратилась в суд чтобы отменить вот это решение президента обама ну а знаете суды быстро там системы не работает аргументы туда аргументы сюда вот значит она где-то там подходит к рассмотрению вот 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 и очень забавная ситуация происходит потому что нынешний генеральный прокурор господин сэшнс который является ярким противником иммиграции рабочих виз вообще во всех этих дел то есть чек просто ну как бы сказать на крайне крайне негативном фронте этого всего вот то есть он сам по себе страшный анти иммиграционный человек и вот ему теперь предстоит выступать в суде со стороны государства то есть отстаивать вот этот самый значит закон который значит может быть не закон может я не уверен был ли это закон или было это президентский указ я сейчас не знаю вот вот это положение ему предстоит отстаивать со стороны государства просто потому что например указ который все ожидали что вот сейчас вот он утек и завтра послезавтра его подпишут вот прям на эту тему указ трампа так и не вышел никуда и не был подписан по это поэтому получает что-то как бы официальная позиция государства вот этот вот сэшнс должен ее поддерживать такие бывают казусы относительно вот этого указа который так и не был подписан есть некоторые такие обсуждения в прессе в частности обсуждают ну вот иммиграционные адвокаты университетские профессора которые специализируются по иммиграции то есть как-то люди которые может быть более углубленно знают вопрос разбираются лучше значит они говорят что фокус администрации сегодня это назначение там есть довольно много всяких должностей которые нужно заполнить своими ребятами иначе государство функционировать не не может поэтому вот это у них главный фокус и когда с этим разберутся значит они вернутся к иммиграционным делам и вот в частности вот этот вот утекший но не подписанный декрет может быть и подпишут то есть не то чтобы сходится на том что они не то чтобы они это все забыли но но вот как-то так просто отложили хотя утечка сама по себе действительно уже нанесла какой-то ущерб вот той атмосфере в которой люди там ходят и ищут работу вот хотя вроде бы вроде бы немножко устаканивается то есть как-то из того что мы наблюдаем из нашего окошка вроде бы не так оказался страшен черт как его молю где поначалу поначалу казалось что все хуже вроде ничего но 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 тоже не как бы не так же хорошо как было на верду до этого всего то есть как бы не полностью не восстановилась но оказалось не так не так плохо как мог оказалось поначалу вот такие у нас покажут новости я наверное не буду в этом же сюжете о других новостях чтобы так тему не не подрывать целостность темы вот если какие другие новости там есть на самом деле кое-чего я тогда в другом сюжете сделаю а вам всем счастливо и тем кто участвует в процессе на кого заполняются вот эти заявки вот мы пожелаем чтобы заявочка прошла все было хорошо и те кто досмотрел до конца и как бы сочувствует нашим зрителям которые находятся в этом процессе ну ставьте лайк вы этим лайком как бы энергетически поддержите наших зрителей которым позарез нужна печь в андре виза счастливо